Поступил вопрос от Натальи. С каким интервалом можно пить натощак? Соду, тмин, тратчатку по утрам. Вот смотрите. Соду. Вообще-то соду рекомендуют пить ежедневно, постоянно, с утра натощак. Подробности можно прочитать у меня на сайте Малахов ПРО. Там смотрите в газетах различные варианты приема сода. Ну вот рекомендуется так. Как показывает практика и как я пил. Я пил курсами. Появится потребность, я опять начну. То есть натощак где-то недельки две, три и хватит. Ну вот были такие рекомендации. Пить постоянно. Но я вот как-то не придерживаюсь. Тмин. Вот что касается тмина, то я его до сих пор пью. Но должен ответить так. То есть естественно, когда человек будет пить и соду, и тмин, и еще там тратчатку, там что-то непонятное будет твориться. Поэтому, если именно ставится вот такой вопрос, я со своей практики рассказываю. Значит, соду я пил, лично я пил. Где-то долго, может быть месяц, может быть два, я там попил регулярно. Потом все это потихонечку отставилось. То есть я понял, насколько она может действовать. И это действие меня не удовлетворило. Будем так говорить. Что-то она сделала, но не то, что я хотел. То есть я хотел бы, чтобы у меня внутри кишечника не было никаких особо бродильных процессов. Чтобы он работал нормально, как ему положено. Я даже не ожидал, что принимая соду, она будет способствовать не только тому, что нормализует микрофлору внутри кишечника, а значит и близлежащих органов. Это женские половые органы, это мужские половые органы. Все это здесь. То есть тмин оседает. Именно его надо не разжевывая пить по утрам. И я, значит, вот принимал. И я, значит, почувствовал, что у меня нормализовалось пищеварение. То есть стало сил побольше. Нормализовался стул. Это вообще лучше. То есть стул стал, вот как я все писал, мягким, колбасообразным, как положено быть. И я принимал, где-то начал примерно по пол чайной ложки без верха отмин принимать. И сразу же в рот его просто-напросто высыпал пол чайной ложки. И водичкой, чайком, чем-то каким-то напитком с утра запил. Соду я уже отставил. Вот, я попил, чувствую, все нормально, все хорошо. Куда-то я отлучался. Были там перерывы, естественно, не повезешь с собой. Все эти мешки с травами, со специями. И небольшие, как бы сказать, там возвратики были. Приезжал, я опять пил. То есть я уже тмин пью, наверное, где-то около года, если не больше. Но что я заметил? Я заметил, что вначале у меня была дозировка где-то пол чайной ложки. Потом я довел где-то полной чайной ложки. Оказывается, это делать не надо. Ну, хотелось там что-то побыстрее избавиться. Вот. И далее я принимал, принимал, принимал. И, значит, я почувствовал, я почувствовал, что вот после приема тмина, значит, что-то у меня в желудке. Как бы сказать, ну, какой-то дискомфорт. Именно в желудке. Я понял, что это говорит о том, что тмин сделал свое дело, это раз, все это восстановилось. И профилактически дальше принимать его надо просто малое количество. И я сейчас принимаю его также с утра, но буквально-таки не более одной пятой чайной ложки. То есть, чтобы не было ни с каких дискомфортных ощущений в районе желудка, чтобы он быстренько прошел, ничего там со слизистой желудка не сделал. Дальше спустился в 12-перстную кишку, пошел по тонкому кишечнику, начал там, как бы, как бы, говорят, распускаться, то есть отдавать свои вот эти вот пахучие вещества. И они начали свое полезное дело для печени, для желчного пузыря, для поджелудочной. То есть, вот тут надо уже четко, как бы сказать, знать и понимать дозировочку, чтобы все она работала нормальненько. Вот, я очень доволен тмином, очень. Так же действуют и семена зиры. То есть, просто, ну, может быть, за исключением каких-то нюансов. И такая же дозировка с семенами зиры. То есть, я их принимаю, вот, семена тмина, сейчас я принимаю их постоянно. Теперь вопрос о приеме тройчатка. А тройчатку, а до этого и до соды, и до тмина, в свое время, когда я, будем говорить, начинал, гонял этих паразитов, естественно, я использовал тройчатку, полынь-глоздику. Вот, и ее просто-напросто надо уметь применять. Опять-таки, с утра лучше всего где-то делать, ну, там где-то даже раза три в день перед едой. То есть, утречка мы приняли, перед едой приняли и вечерком приняли. И все заключается, знаете, в чем, как бы сказать, как ее лучше проглотить. То есть, есть разные рекомендации. Там, есть просто-напросто набрали дозу необходимую, чайную ложку такая раз. Сначала, грубо говоря, полынь, потом, значит, гвоздику, вот так вот перемолотую. Потом, что там еще, ну, к сынам запили. То есть, и так можно. Ну, это крайне дискомфортно, особенно гвоздика. Она уж, ух, дает. Кстати, я думаю, возможно, вместо отминно можно и гвоздику принимать. Две-три палочки, больше не надо. Так же утром натощак проглотили, запили и пошло. Это так, к слову. Так, вернемся к тройчатке. Значит, есть рекомендация, закатывать ее в хлебный мякиш и глотать. Ну, смотря какой хлебный мякиш у вас получится. Если получится, там, с горошину вроде бы маловато. С размером с фундук вроде бы уже многовато. Не всякий проглотит. Ну, короче, здесь разные рекомендации. Главное, чтобы она как-то попала внутрь. А, естественно, принимается это все курсами. То есть, если вы, вот как сказать, из этих всех трех средств надумали применять, то есть, если вы будете использовать для того, чтобы погонять паразитом, то используйте тройчатку. Только тройчатку. Не надо все ввалить в одну кучу. Тройчатку курсом попили. Курс, лично я считаю, чтобы все это так нормально было. Вот смотрите, паразитом, так как паразиты, допустим, взрослые живут в кишечнике, их можно выгнать, взрослых. А вот ихние личинки, они, попадая в организм и, будем говорить, с кровью разносятся, выходят на слизистую легких. Потом на слизистой легких они развиваются, личинки, как бы сказать, в маленьких этих глистов. И потом вот эти маленькие глисты, значит, опять-таки буравят слизистую легких, опять попадают там, а, нет, 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 потихонечку поднимаются вместе со слизью к горлу. И мы их потом, ну, грубо говоря, кто откашливается, кто там назад глотает. То есть мы опять проглатываем, и уже этот маленький глистерыш начинает развиваться во взрослого глиста в кишечнике. То есть у аскорид это занимает где-то около 9 месяцев. Поэтому, видите, как курс сделали тройчатки, я считаю, чтобы все это нормально подействовало. Это где-то так примерно недельки 3, 3-4, больше не надо. Далее делаете примерно перерыв месяца в 2-3, и еще разок повторяете, уже 2 недельки повторяете. Далее вы делаете перерывчик еще в 2-3 месяца, как раз, чтобы вот этот 9-месячный цикл прошелся, и опять повторяете. Тогда где-то это будет более-менее нормально. То есть, и так можно профилактически дальше, профилактически, то есть один год вы пролечились так вот, 3 курса приняли в год. А на следующий год профилактически весной, недельки 2, и осенью, то есть в период размножения глистов принимать. Все. Подчеркну такую вещь, когда вы будете, а да, а в перерывах можно использовать соду, если хотите, если хотите семена тмина. Еще разок замечу, что семена тмина вообще идут как пищевая добавка для того, чтобы продукты из хлеба лучше переваривались. Потому что они обладают таким жгучим вкусом и способствуют тому, что усиливают пищеварительную огонь. И для того, чтобы хлеб лучше переваривался, оказывается, его там вместе с хлебом мешают, булочки посыпают тмином или маком. Вот так вот. То есть вот очень интересная такая вещь. И то есть насчет третчатки все, мы закончили. Теперь насчет тмина. Важно понимать, что тмин, он действует как такое некое универсальное средство, которое способствует с одной стороны и разжиганию огня пищеварения, пищеварение лучше будет. И нормализация микрофлоры в кишечнике, нормализация стула, нормализация жидкостей, это желчи, это нормализация печени будет, это нормализация поджелудочной железы. И также он будет действовать и как мягкое глистогонное средство. Далее он также будет действовать, когда, знаете, вот это интересно, насыщение произойдет, оно не сразу произойдет. Оно потихонечку произойдет, потому что так все как-то не получается, что мы думаем, недельку там что-то подел и уже здоров. Нет. Вот примерно годик его приема, полгодика, годик, чувствуешь, ага, вот ты стал совершенно иным человеком, чем был до этого. То есть минт будет действовать вот так вот. Сода, сода, ну про соду я там написал, вот мне, лично мне, понимается, что сода способствует тому, что увеличивает, как бы сказать, иммунные резервы в крови. Ну насколько это получается, вот так сказать, как-то ясного нету. Вернее, не ясного, а чтобы вы почувствовали. Вот принимаешь, принимаешь соду там, как она действует, как-то не особо. То есть это, вот минт действует видно, крыльчатка действует минно. Сода, если специальное, допустим, полоскание, промывание, допустим, ну грубо говоря, половой сферы мужчин там и женщин, вот тут она заметно действует там. Ну, клизмы я не делал, вот возможно клизмы также будут как-то там более-менее работать, а вот остальное я не делал. Итак, подводя итог нашей такой беседы пространной, скажу, значит, рекомендуется соду принимать всю оставшуюся жизнь. Лично я склонен к курсам. Месяц, полтора, перерыв месяца три, принимаю так. То есть, что касается соды. Что касается семян тмина, их также можно применять курсами по месяцу, полтора, делать двух-трехмесячные там курсы перерыва. Вот, а можно просто снизить в дозировку и употреблять тоже пока, как бы сказать, не до доест. Вот почувствовали, что оно, так сказать, выправило, выровняло, все. Это дозировку снизили и даже можно где-то забыть, а чувствуете, что-то такое, разбаланс какой-то пошел, вы опять начинаете его принимать. Тройчатка, естественно, противопозитарное средство, я прекрасно вам рассказал. Первый раз гоним листов в течение года, это, грубо говоря, 3-4, а то и 5 курсов делается. Далее, профилактически, весной неделька-две, осенью неделька-две. Это примерно в марте и это примерно в сентябре.